Страшно. Пугает в основном то, что люди разные. Есть люди действительно виновные, а есть невиновные. И вот есть, которые виновные люди, они же очень жестокие. Вот именно вот эти отношения с ними, как они будут складываться, вот это пугает. Марине Громовой 27 лет. Она осуждена по статьям 240-241 Уголовного кодекса за занятие проституцией и содержание притонов. Срок 5 лет лишения свободы. Сегодня Марина собирает вещи и не знает, что ее ждет в зоне. Жуткие рассказы сокарованниц о разборках, изнуряющей работе, лесбийской любви и нечеловеческих условиях жизни пугают женщину. Впереди ее ждет 5 лет зоны. 1825 дней Анны. Мордовия. Поселок Явас. Женская колония номер 385-2. Или как ее называют двойка. Режимный объект, куда можно попасть только по приговору суда. Администрации колонии не любят пускать на свою территорию журналистов. То, что вы увидите в этой программе, не всегда будет совпадать с тем, что вы услышите. Это легко объяснить. Начальники колонии не желают показывать изнанку жизни в зоне. За всеми, кто находится на территории, ведется постоянная слежка. Каждый шаг контролируют оперативные сотрудники. Но осужденным все-таки удалось передать нам записку. Или, как говорят в зоне, маляву. В ней крик души о беспределе, который творится в колонии. Вы видите эту записку? Имя автора мы по понятной причине умалчиваем. То, что здесь происходит на самом деле, вы никогда не узнаете. Для вас у мусоров все хорошо. А на самом деле здесь царит полный беспредел. Он во всем. В режиме, в работе. Об этом можно долго говорить, можно даже написать книгу или снять огромное кино. Моральная атмосфера невыносимая. Я уже не знаю, как добить свой срок и вернуться домой нормальной, а не психбольной. Здесь не исправляют. Здесь портят. Мордовский Дубрафлаг занимает территорию в 90 квадратных километров. Здесь расположены 19 колоний мужских и женских. Вокруг непроходимый лес. Основное население Дубрафлага заключенные и те, кто их охраняет. В очень тяжелом положении находится заключенный. Стыдно. Стране должно быть, и нас уже стыдят во всем мире, что места лишения свободы становятся для людей местами заражения туберкулезом, другими страшными и очень плохо излечимыми болезнями. Вот это касается, безусловно, не только женщин, но женщин в первую очередь, потому что они, ну, все-таки они носители генофонда. Сегодня в России за колючей проволокой находится более 47 тысяч осужденных женщин. В детских колониях и изоляторах содержится еще около 2 тысяч девочек. Это почти 6% от всего тюремного населения России. Средний возраст у женщин 37 лет. Возрастные предделы от 20 до 25 лет, это примерно 19-20%. И столько же от 25, ну, чуть поменьше, там, 17-18, от 25 до 30 лет. Основные статьи, по которым судят женщин, кража, грабеж, распространение наркотиков и убийства. Чаще всего жертвами женщин-убийц становятся мужья, родители и даже собственные дети. Но, как правило, такие жестокие преступления женщина совершает, не контролируя себя. По статистике, во всем мире большая часть женских насильственных преступлений, в том числе и убийств, ну, и тяжких телесных, это убийства в семье. То есть это либо убийства мужа, сожителя, любовника, либо кого-то из членов семьи, иногда детей. Мотивы здесь, как правило, примерно одни и те же. Это либо какое-то унижение, и такое эмоциональное унижение, знаешь, либо измена, либо, когда ее бросают, либо это ответное действие на насилие со стороны мужчины. Это вообще весь вот круг вопросов, связанных с семейным насилием. Вообще, для меня здесь праздники все умерли. Для меня нет здесь праздников. Наталья Платонова, 29 лет, осуждена по статье 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Срок 8 лет лишения свободы. Наталья родилась в Тамбове. Ее родители умерли, когда девочке было 5 лет. С 14 лет Наташа начала работать, рано вышла замуж, родила дочь. Но семейная жизнь не сложилась. Женщина осталась одна с маленьким ребенком. Она старалась устроить личную жизнь. Кандидаты в мужья менялись один за другим. Наконец, Наталья решила, что встретила свою судьбу. Семейную идиллию нарушали частые визиты предыдущего сожителя. Это не нравилось ни новому мужу Натальи, ни ей самой. Просто этот человек не давал мне жизни. И когда ему говорили, отстань, он этого не понимал. Когда он пришел к нам в гости, со мной сидел мой человек, с кем я прожила уже. Разговор за разговором. Ну и получило так, что его отправили в больницу. В больницу нам уже сообщили, что он скончался. По заключению экспертов, причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма. Проще, ему проломили голову. В момент драки в квартире находились несколько мужчин и Наталья с новым мужем. Но перед судом предстала только она одна. Муж давал свидетельские показания. Да, да, он был свидетелем, он очень переживал. Хотя он мне говорил, Наташа тебя не посадит, ты будешь в дом. Суд признал Платонову виновной в причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего. И приговорил ее к восьми годам лишения свободы, вопреки прогнозам мужа. Первые секунды я не подумала ни о чем, когда мне сказали срок восемь лет. Я просто встала и стояла, и смотрела. А через пять минут я подумала в первую очередь о ребенке. Эти мысли и сегодня не покидают Наташу. Она не увидит свою дочь до самого освобождения. Когда Платонова выйдет, Ане будет уже 18 лет. Она приехать не сможет ко мне даже. За эти семь лет она ко мне не приедет. Потому что она живет сейчас с бабушкой, со свекровью. А свекровь у нее нет столько денег, чтобы доехать сюда. А сама она еще ребенок. Как показывает практика, женщины часто пытаются скрыть участие любимого человека в преступлении или взять на себя его вину. На следствии, на суде и даже потом в колонии они рассказывают вымышленную историю о том, как совершили преступление. Если женщина любит, то она любит более так бурно, что ли. Самоотверженно, однозначно, вот без этих вот нюансов, как бы таких. И поэтому понятно, что вот в таких ситуациях, когда нужно принять какое-то решение, вот если она их принимает, то очень часто может демонстрировать такое самоотверженное принятие на себя чужой вины. Каждая женщина, попадая под следствие, ошибочно считает, что ее пожалеют и вынесут более мягкий приговор. Особенно, если у нее есть ребенок. Чаще всего в этом ее убеждает мужчина. На деле все обстоит иначе. Судья, особенно если женщины-судья, они с большей жестокостью относятся к женщине, чем к мужчине. И к детям, кстати, женщины-судья относятся с большей жестокостью. Тоже поразительно. Когда читаешь судебные приговоры, то кажется, что нам страшно. Нас просто уничтожают, и мужчин в то время уничтожают, но женщин, их просто лишает возможности жить дальше нормально. Статистика подтверждает, что более жесткие приговоры выносятся женщинам за те же преступления. Так вот, я думаю, и мне кажется, это довольно естественно психологически, жизненный опыт, это мой, по крайней мере, подтверждает, что женщины так морально осуждают женщин, как правило, сильнее, чем мужчин в тех же случаях. Единственное, что остается Наталье, надеяться на амнистию, писать дочери письма и ждать, когда к ней приедет любимый человек, чтобы расписаться с ней. Так он обещал. В душе, конечно, каждая женщина, я думаю, если есть у нее любимый человек на воле, она боится, что он бросит ее. Такие же сомнения у меня, что я думаю, он не дождется эти семь лет, если, конечно, я не выйду раньше. Но все равно живешь надеждой той, что он дождется, что мы все равно будем вместе. Звучит музыка. Возможно, Наталья Платонова добьется досрочного освобождения. Скоро амнистия, и любая из женщин надеется, что она попадет в число помилованных. Тогда зона не успеет до конца разрушить ее жизнь, которая и так уже искалечена. На зоне любая женщина меняется. Она отвыкает от вольного быта. Ее проблемы отличаются от тех, которые были привычными в прошлой жизни. Обычные домашние заботы и дела остаются только в воспоминаниях. По природе своей мы не созданы жить в неволе. С детства нас учат отличаться от других, быть личностью. Колония меняет все. Здесь всех заставляют быть одинаковыми. Основная цель российской системы исполнения наказаний – только наказание, а не исправление. Тюремный и лагерный режим ломает психику людей, особенно женщин. Она выходит оттуда как бы разрушительницей жизни. Даже если она еще раз не сядет, она уже не сможет стать нормальной любовницей, матерью, женой. Особенно страшное последствие для девочек, конечно. Потому что то, что происходит с девочками, ну, то есть там уже человека вытащить, вытянуть нормальную жизнь практически невозможно. Ну, если бы я не пошла на первое преступление, может быть, я даже и сейчас третий раз не сидела бы. Галина Шуршалева, 42 года. Осуждена по статье 111-й часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Срок 8 лет 4 месяца лишения свободы. Галина Москвичка. Росла в обычной семье. Все были уверены, что Галину ждет счастливая жизнь. Ну, я закончила строительную технику. Техника-архитектор я по специальности. В свое время, да, отучилась, отработала практику. Вышла замуж. Больше я не работала, с детишками сидела. Кто виноват в том, что судьба молодой матери двоих детей так страшно изменилась, не может ответить и сама Галина. Ей не было и 30-ти, когда она была осуждена в первый раз. Грабеж и вымогательство у меня было. Опять же друзья. Аморальный образ жизни как таковой, понимаете, все это не от хорошего. Ну, как обыденные все варианты. Как всегда и бывает. Пьяные компании. Давай похулиганим, давай. Какой срок был? 5 лет. Она освободилась досрочно. Но то, что она увидела на воле, абсолютно не было похоже на тот мир, из которого она ушла 4 года назад. Дети выросли, в стране шла перестройка, менялись деньги, цены и сама жизнь. Но прежними остались только ее друзья. Во-первых, все новое, мне казалось. Да вот я даже ушла в магазин, я не знала, что мне купить, что сейчас носят из одежды. Все-таки прошло 5 лет. Во-вторых, это... Ну, при вору, эти перестройки были, деньги менялись, да. Деньги новые, даже деньги я ни разу не видела. Мне сложно было даже считать, хотя я все-таки грамотная женщина, а считаю даже те же деньги, тоже сдачу. То есть все, ну, как будто первый раз, ну, заново все, понимаете. На работу устроилась, стала работать, все. И опять друзья, опять то же самое, повторение первого. То, что Галина второй раз попала за решетку, теперь уже за кражу, не исключение, а скорее закономерность. Когда она отбывала свой первый срок, никто не старался ее исправить. Более того, за 5 лет неволи она отвыкла самостоятельно решать свои проблемы. И почувствовала это сразу после освобождения. Столько проблем сразу сваливается домашних. Мы здесь находимся, ни за свет, ни за квартиру платить не нужно, понимаете. В магазин даже, ну, ходить там, что купить, что приготовить. Мы здесь на гособеспечении. Я думаю, сразу кочей проблем домашних, чисто женских. Зона научила женщину другому. Ходить с троем, писать и передавать малявы в тюремные записки, варить чефир и выполнять режим. Для нее жизнь за колючей проволокой стала нормой, а свобода – испытание, которое она не выдержала. Вскоре Галина оказалась в колонии в третий раз. В пьяной драке она ножом ранила троих человек. Один из них скончался в больнице. Что произошло? Обыкновенная пьяная драка. Потом за нож схватились. Пришла телефонограмма из больницы. Они в больницу попали. Один умер, а двое сейчас в Беларуси. По месту жительства. В общей сложности Галина провела за решеткой более 10 лет. За это время она потеряла всех близких людей. Муж умер, а сын и дочь, которые выросли без матери, отказались от нее. Уже обозленные. Во-первых, они сейчас взрослые уже. Для меня они очень огорчены, что я нисколько не справляюсь на протяжении 10 лет. Опять тюрьма, опять решетки. Все такое прочее. Почему не получилась жизнь у Галины Шоршалевой? Ведь ее судьба поначалу складывалась очень удачно. Хорошее образование, работа, семья. Один опрометчивый поступок. И приговор сюда поставил крест на жизни молодой женщины. Попадаешь за решетку, конечно, все осознаешь. Начинаешь вспоминать прошлое. Обдумываешь разные поступки свои. Как вела себя неправильно, жила. Как думаешь, ага, вот я освобожусь, все будет по-другому. Кто-то, может, исправляется. У меня это не получается почему-то. Когда женщина оказывается в колонии первый раз, она вынуждена подстраиваться под установленной зоной закона. С одной стороны, администрация колонии со своими правилами. С другой, с очки. У них существуют свои порядки. Есть семьи, которые состоят из так называемых «однохлебок». Возглавляет каждую такую семью Кабел. Женщина-лесбиянка, которая исполняет роль мужчины. Кроме того, она защищает и обеспечивает членов своей семьи. Ковырялок и детей. Значит, одна женщина начинает играть в роль мужчины. Вторая женщина, жены. Они иногда берут себе, так сказать, ребенка, молоть какую-нибудь девочку. И эти сцены страшно смотреть. Когда женщина, которая исполняет роль мужчины, приходит, она берет в руки газету, бросает чай жене и говорит, ну, что там, носки постирал мне там? И сидит, читает газету. И внешне даже женщины, которые исполняют роль мужчины, они становятся похожими на мужчин. Сама зона толкает их к однополой любви. Но нужно учесть, что, когда мы говорим женщинам, это не означает, что это однозначно, это все одинаковые женственные милые существа. Как и мужчины, так и женщины в процессе развития приобретают кто-то мускулинные черты и имеют их просто. Кто-то более эфеминные, женственные черты, кто-то, так сказать, взаимные, так, дополняющие. И вот в этой ситуации эти черты начинают доминировать. На зоне есть и так называемые положительные женщины. Они не примыкают ни к одной из семей. Это очень трудный путь. Своё право на независимость приходится отстаивать изо дня в день. Но в большинстве случаев такая борьба заканчивается поражением. Через пять, максимум через шесть лет, любая женщина становится однохлебкой, каблом или ковырялкой. Более того, зачастую освободившиеся женщины совершают новые преступления, чтобы вернуться на зону к своей семье. Дело в том, что у женщины совершенно другая натура. И у неё нет механизмов компенсации того, что она потеряла на воле. И если мужчина включается в социальную борьбу за лидерство, ну сразу же, да, за своё место в тюремном мире, то женщина вот таких механизмов не имеет. И поэтому она стремится восстановить подобие вольного мира. Чтобы прописаться в зоне, важно соблюдать некоторые правила. Не подличить, не крысятничать, то есть не воровать, не стучать, уметь постоять за себя. Иначе можно стать чушкой или мошкой, то есть шестёркой. Большое значение для женщины в зоне имеет и статья, за которую она получила срок. Как правило, главенствующее положение занимают те, кто совершили тяжкие преступления и получили более длительные сроки. Отношения к ним уважением не назовёшь. Их просто боятся. Когда вот такое скопление людей и такое давление друг на друга, то, естественно, легко вспыхивают ссоры, которые переходят в драку, мордобой, в увечья. Это ситуация, способствующая тому, чтобы агрессия вылилась в физическую агрессию. Внешне женские колонии отличаются от мужских. Они чище. Здесь нет так называемых воров в законе. На самом деле, зоны, в которых содержатся женщины, намного страшнее мужских. Осуждённые женщины агрессивнее мужчин, поэтому расправляются с непокорными, а не более жестокими. Администрация любой женской колонии сталкивается с такими проблемами и пытается с ними бороться. Помещение в штрафной изолятор или в карцер, в тюрьме, в следственной, да, это перевод на строгие условий содержания или назначение сроков в тюрьмном помещении, на помещении камерного типа. Но это самое страшное, пожалуй, наказание. Ведь лишение свободы – это не просто слова, это жизнь. А жизнь в местах лишения свободы очень сложная, очень тяжёлая. Татьяна Л., 45 лет. Осуждена по статье 159-й, часть 3-я, за мошенничество. Срок – 10 лет лишения свободы. Образование высшее психологическое. В колонии работает штатным психологом. Татьяна работала бухгалтером частной фирмы. Однажды она выдала рабочим зарплату без согласия хозяина. За это и попала на скамьё посудимых. В колонии, используя знания психологии, Татьяна помогает женщинам адаптироваться. На свободе у неё остались муж и трое детей. Ей повезло, семья её не осуждает. Для моей семьи это утрата. Я это чувствую. И регулярность их приезда, каждые два месяца, я чувствую, что я живу их жизнью. То есть они живут моей, я живу их жизнью. То есть такое ощущение, что они отбывают наказание вместе со мной. Они знают все мои проблемы здесь, я знаю все проблемы, которые там. Мы обсуждаем, мы звоним, мы общаемся. Но, простите, это не у всех. Далеко не у всех. Вот это беда. У каждой женщины на воле остались близкие и любимые люди. Их сочувствие, письма, свидания способны её поддержать. Перемены отношений и равнодушия наносят непоправимую душевную травму. Отбирают надежду на возвращение к нормальной жизни. Если взять из ста человек, 90 теряет свои семьи. А терять семью, это очень тяжело. Потому что вот озлоблённость появляется, появляется какой-то... Вы знаете, то есть ущербность. Что вот это вот заключённое, бывшее заключённое, это отпечаток. И на всю жизнь. Татьяна очень надеется, что скоро приедут муж и младшая дочь, которые до окончания срока будут жить с ней. Так решила семья. Но это редкий случай. Судьба Татьяны на зоне вообще исключение. Она сохранила семью и занимается любимым делом. Другие женщины-заключённые должны выполнять ту работу, которую даёт администрация. Выбора у них нет. Монотонный, однообразный труд учесть большинства женщин-осуждённых. Эта проблема связана с экономикой мест лишения свободы. Были бы деньги, я думаю, что ни один из руководителей мест лишения свободы не был бы против того, чтобы труд был разнообразный, с минимальными нормами и так далее. Это проблема выживания самих зон и этих людей. Чтобы они сами себя и питали, и как-то зарабатывали, и просто выплачивали то, что очень часто они должны выплачивать жертвам. Основное производство в женских зонах швейное. Практически круглосуточно в две смены женщины шьют форму для милиции и военных. Но помимо основного производства, любая колония имеет побочные, где осуждённые выполняют заказы частных лиц или небольших предприятий. Чаще всего это сувенирные мастерские, так называемые маклёрки. Здесь осуждённые за копейки делают художественную и сувенирную продукцию, которую заказчик потом реализует с большой прибылью. Это могут быть резные, деревянные и костяные изделия, матрёшки, картины, нарды, шахматы и даже ножи. Условия работы в таких маклёрках очень тяжёлые. Отсутствие вентиляции, нормального освещения и холода. Рабочий день в мастерской вообще не регламентируется. Главное в этом производстве выполнить заказ. Большинство осуждённых работают старательно, потому что от этого зависит многое. Характеристика, отношения, администрация, возможность сокращения срока наказания. В конечном итоге, вся будущая жизнь заключённой. Я думаю всегда о доме, что я хочу домой. Поэтому, чтобы не сказали делать, всегда делаешь. Чтобы не было нарушений, старайся, чтобы быстрее прийти домой. Только своё терпение и сила воли. Ради себя, ради ребёнка, ради воли. Вот этому стараешься. Официальная заработная плата осуждённой составляет в среднем 44 рубля в день. В сумме это около полутора тысяч рублей в месяц. Но после всех вычетов, на счёт заключённой получает почти в 10 раз меньше. На эти деньги она должна приобрести в магазине на территории колонии всё необходимое. Возможно, поэтому рецепты красоты на зоне отличаются особой оригинальностью. У нас мыт хозяйственный мыл. Первые, конечно, два дня лицо стягивает, пользуемся кремом. Ну а потом лицо привыкает. То, что нет прыщей, вот эта вот вся пыль, потому что работаешь. Всё это очень хорошо со временем. Происходит всё хорошо. Кто-то смешивает, например, зубную пасту с хозяйственным мылом. Накладывает себе маски. Да. Ни одна колония в нашей стране не может обеспечить женщине нормальные условия пребывания. В следственных изоляторах душные переполненные камеры. В колониях спальные помещения. Средняя норма для каждого из них – содержание 30 человек. Как правило, женщин в одном помещении бывает вдвое больше. Но и это не самое унизительное. Только в декабре прошлого года, 2003-го, в закон вписали обязанности государства обеспечивать женщину с санитарно-генетическими принадлежностями. Правозащитники боролись за то, чтобы это вписать, потому что если это не вписано в кодекс, поэтому считается, что это и необязательно. По признанию женщин, самое тяжелое – привыкнуть к режиму в колонии. Подъем в 4-5 часов утра, вывод на работу к 10-часовым перерывам на обед и двумя 15-минутными перекурами осужденные трудятся до 4 часов вечера. Потом приходит вторая смена. В ней женщина работает до 2-х часов ночи. Всю территорию колонии содержат в порядке сами женщины-заключенные. Они убирают улицы и жилые помещения. В любую погоду 5-6 раз в день осужденных строят на плацу для режимных проверок. Каждый из них может длиться от 15 до 40 минут. После работы – ужин, отбой в 10 часов вечера. А еще нужно переделать обычные для женщины дела. Постирать, заштопать вещи, привести себя в порядок, написать письма. Нельзя судить женщину и мужчину одинаково, потому что, во-первых, для женщины тюрьма страшнее, чем для мужчины. Их более страшно последствиям приводит. Среди осужденных женщин попадаются такие, которые не имеют даже начального образования. Те, кто совершенно спокойно могут обокрасть, ограбить или убить, зачастую не умеют писать. Протоколы допросов в их уголовных делах вместо подписи отмечены крестиком. Поэтому почти во всех колониях имеются вечерние школы. Недостатка в ученицах нет. В основном это те, кто вырос в неблагополучных семьях, рано остался без родителей. Для большинства тюремная школа единственная возможность узнать, как пишется собственное имя. Я считаю, значит, в моем понятии, женщина за решетки, это вообще нонсенс. Но раз, значит, государство считает так нужным, чтобы женщина находилась за решетки, значит, мы системы, мы как учреждение исполняем только наказание. Мы их сюда не сажаем, мы осуществляем исполнение наказания. Поэтому женская зона – это своя специфика, свои трудности. Самое главное отличие российских женских зон – то, что здесь рождаются дети. Забеременеть в колонии стремятся многие женщины, проявляя в этом деле удивительную сноровку и изобретательность. Считается, что для так называемых мамочек или мамок на зоне создают более мягкие условия жизни. Встретить женщину с ребенком в тюрьме в европейских странах, это просто какое-то редчайшее исключение. Но там, значит, у него какие-то страшные были преступления, убийства, или боятся, что она снова будет кого-то убивать. Обычно для юристов, наших, я не понимаю, про западных юристов, это не является настоящим смягчающим обстоятельством. Рожают в колониях те, кто забеременели во время свиданий. Есть и такие женщины, которым удается соблазнить кого-то из служащих. Часто рожают так называемые бесконвойницы, осужденные, которым за примерное поведение позволяют работать за пределами зоны без охраны. Маркелова Ирина Александровна, 1971 года рождения. Статья 158 мая. Вторая. Начало срока 13.09.02. Конец срока 12.10.05. Срок наказания? Три года, один месяц. До 8 утра. Хорошо. До свидания. В автозаке, спецмашине для транспортировки заключенных. Страшные подробности тюремных родов женщины передают из уст в уста. Тем не менее, многие стремятся родить в зоне. Этот способ облегчить свою жизнь женщина использует уже долгие годы. Одна из таких историй произошла в Явасской двойке больше 10 лет назад. Но помнит ее до сих пор. Когда освободимся, я обязательно расскажу. Тамара Смирнова, 37 лет. Осуждена по статье 102. Убийство. Срок 7 лет лишения свободы. Тамара Смирнова появилась на двойке в 1991 году. Она попала в колонию второй раз. Первый срок отсидела за кражу. По прошлому опыту Тамара знала, что в зоне ей придется очень тяжело. Единственный способ облегчить свою жизнь – родить. Почти сразу после второго ареста Смирнова забеременела от конвоира. Ребенок появился на свет уже в колонии. Маленький Сережа. Второй ее сын. Первого Сережу Тамара убила. Убийство детей – это, как правило, нежеланный ребенок. Ребенок, который мешает жизни. Он, естественно, нелюбимый. То есть, редко когда бывает, что это прямо любимый ребенок, которого убивают. Как правило, это нелюбимый ребенок, нежеланный, которого и так избивают, и бьют. В тот день мальчик не хотел идти в школу и обозвал нетрезвую маму пьяницей. Тогда Тамара решила наказать ребенка. Взяла нож и нанесла сыну 11 ударов. В грудь, в голову и шею. А вы сыну про себя расскажете? Все? Когда освободимся, когда подрастет, обязательно расскажу. Все расскажете? Все расскажу. А потом пускаем, как посчитает. А почему вы его Сереже назвали? Ну, я думаю, вы сами знаете. В любой зоне, мужской или женской, где-то убийца ждет жестокая расправа. И только рождение второго сына спасло жизнь Тамаре, которая убила его брата. Маленький Сережа находился в колонии до трех лет. Потом его отправили в детский дом. Оттуда мама Тамара его так и не забрала. С годами ничего не меняется. Малыши продолжают появляться на свету Явазской колонии. Разница лишь в том, что теперь матери здесь живут вместе с детьми. Ну, кто-то рожает, может быть, с каким-то умыслом, без, там, ну, что-то не работает, находиться здесь. Ну, а кто-то для себя и с радостью. Анна Нестерова, 25 лет. Осуждена по статье 228, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации за распространение наркотиков. Срок 6 лет 6 месяцев. Родила в колонии дочь Машу. Забеременела я на 14-й колонии на свидание. Ко мне приезжал друг. И когда уже поняла, что я беременна, пошла к гинекологу на обследование. Подтвердилось, что я беременна. Следом я пошла к начальнику нашей зоны. Сказал, что так и так. Прошу меня этапировать на колонию К-2, так как здесь содержатся мамочки и беременные. Анна Нестерова попала в колонию на 6,5 лет за распространение и употребление наркотиков. На свидании Анна забеременела и в колонии родила дочь. В Явасе мамочки живут со своими малышами. Они сами ухаживают за ними. Это их работа. На производстве они не трудятся. Опыт этой зоны зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мамочки учатся постоянно заботиться о своих детях и любить их. Но администрация других колоний не стремится следовать примеру двойки. Хлопотно это. А вот женщины, которым довелось сюда попасть, рады. Как бы крамольно это ни звучало, им повезло. Мне кажется, здесь вот единственная колония, где мы находимся со своими детьми. И это не заменит ничего. То есть я вот, ну, мне единственное, да, там на свободе мама, там, брат. Ну, это не то. Вот у меня кровиночка моя здесь со мной. Я с ней 24 часа в сутки. Мне кажется, по часам, если было бы, нет. Не то. Потому что ребенок привыкает. Мама. Кто кроме мамы так вот приголубит, приласкает, они уже... Только отойдешь, она уже, мам, мам. После рождения Маши дело Нестеровой пересмотрели и сократили срок. Скоро они вместе поедут домой. Анну ждут дома мать и брат. Дочь меня исправила. И 6 лет, которые я здесь провела. Мордовская колония номер 2 – исключение. В остальных колониях картина совсем другая. Мамочки видят своих детей по часу в день. Им разрешается только гулять с малышами. Все остальное время за детьми смотрит специальный персонал. Дети отбывают срок отдельно от матерей. В случае, если ребенка забрать некому, то есть нет бабушки, нет сестры, скажем, то ситуация, когда ребенок с матерью находится, когда каша, она лучше для ребенка. Но я думаю, что вообще не стоит сажать женщин, имеющих детей. Мамочки не работают. Администрация не имеет права их наказывать. Им положено дополнительное питание. У них есть право гулять и общаться со своим ребенком. Но это только до того момента, когда ребенку исполнится 3 года. По достижении этого возраста малыш направляется в детский дом. А в лучшем случае его могут забрать родственники заключенной. В октябре месяц, значит, у нас сюда приезжали, значит, депутаты Государственной Думы. И рассматривался один из вопросов, значит, если в настоящее время дети с матерями проживают, значит, внутри колонии до 3-х лет, совместно после этого, значит, или забирают их родственники, или уже мы отправляем дома ребенка, то вопрос рассматривается, значит, продление срока до 5 лет. Появляясь на свет, эти дети сразу попадают в зону. Ни в чем не повинные, они отбывают наказание за несовершенные преступления. Потом матери передают своих подросших малышей государству. Ребенок уже в 3 года, он еще не понимает, не осознает, в какой среде он находится, но уже в 5 лет, я думаю, что многие из нас уже понимают и знают, все свои поступки помнят. И находясь за забором, как бы не было хорошо в этом доме матери ребенка, сам этот, значит, отпечаток, он отлежется на психике ребенка. Каждая мамочка слезно обещает забрать свое чадо сразу после окончания срока. Как правило, обещания эти не выполнялись. И остаются малыши, рожденные в одном казенном доме, жить в другом казенном доме навсегда. Они выполнили свою миссию, облегчили жизнь на зоне родившим их мамочкам. А куда же мы движемся, если, так сказать, у нас этого не понимают, что нельзя женщину держать в тюрьме. Нельзя. Тем более с ребенком. Это совершенно безумие. Если вы возьмете, например, остров Сахалин-Чехово, то там существовал такой порядок, что женщины вообще в тюрьме там не сидели. Они жили на вольном поселении. Вольные поселения, так называемая химия, существуют в России и сегодня. Но попасть туда может не каждый осужденный. Чаще туда переводят тех, кто отбыл часть срока наказания и не имеет нарушений. Значительно реже по решению суда. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, дорога на поселение закрыта. Колонии и поселения не делятся на мужские и женские. Они общие. Здесь все осужденные имеют право носить гражданскую одежду, пользоваться наличными деньгами. К ним могут приезжать семьи, в гости или жить со своими близкими до окончания срока. Осужденные могут работать, учиться, в общем, вести практически обычную жизнь. Для них существуют только некоторые режимные ограничения. Ну нельзя. Ну нельзя. Это не то, что негуманно. Дать возможность. У нас же есть заводы, фабрики, где человек может работать. Точно так же работать. Пусть это будет приговором суда, но она будет возвращаться в семью домой. Она не будет потеряна, как мать, как женщина. Для мужа, для детей, для тех же родителей. После тюрьмы любому человеку приходится заново строить весь свой мир. Взаимоотношения с людьми, дом, семью, карьеру. Женщинам особенно тяжело. Не у каждой хватает сил начать жизнь сначала. Те, кто не могут найти себе место на свободе, снова попадают за решетку. Здесь их опять ждут унижения, страх и одиночество. Возвращаясь на свободу, когда находясь здесь, они обеспечены всем тем, что социально-бытовом плане обеспечены и питанием, и работой, и одеждой, и спальным местом. А выходя на свободу, они опять попадают в среду, откуда они вернулись, и в поиске той же работы, не находя ее, приходится им опять совершать преступление. И снова зона. Высокие стены с колючей проволокой, решетки и тяжелые гулки и двери с замками. Мрачные серые строения. Здесь находятся женщины. Чьи-то матери, жены, дочери, сестры. Их судьба разделена забором на до и после. До – время, когда у них была своя жизнь, с семьей, работой, друзьями. После – их настоящее. Серое, страшное, безликое. Как тюремные роба с нашивкой на груди. На ней фамилия и номер отряда. Единственное, что отличает одну зачку от другой. Я не могу, естественно, ответить, не разрабатывает ли кто-то в нашей большой стране сейчас законопроекты, направленные на облегчение участи женщин, совершивших преступления или подозреваемых в совершении преступления или отбывающих наказание. Но могу сказать, что у нашего комитета по законодательству Государственной Думы таких планов нет. Сегодня Марина Громова находится еще в следственном изоляторе. Она собирает вещи и готовится к этапу в колонию. Завтра она попадет на зону. Как служится ее дальнейшая судьба, неизвестно. Что ждет ее там, кроме страха и отчаяния?